Ну что, пришло время покинуть на время Германию и въехать в Альпийскую Австрию. Но вообще говоря, этот кусочек Австрии мы тоже проедем очень быстро, так как целью этой части нашего путешествия является знакомство с неростом Лихтенштейн, по возможности с самим князем. Это уж как получится. Надо сказать, что из детства питают слабость ко всяким монако-модорам и прочим небольшим, и даже карликовым государствам. Лихтенштейн в этом ряду занимает особое место. Еще бы. Государство-малыш, зажатое между Свитарией и Австрией, где не растет практически ничего, кроме винограда и гор, является при этом одним из самых богатых государств мира. Экономика его разъезжается на нескольких китах. Выпуск марок, фармацевтика, банковские услуги и, вы не поверите, хай-тек. В музее лежит кусок лунного грунта, подаренный НАСА, которая в своих космических программах использовала инструменты с покрытием, разработанные и изготовленными местными фирмами. Итак, что мы знаем о Лихтенштейне? Это княжество, где князь имеет практически абсолютную власть. В Конституции сказано, что высшая власть государства сосредоточена в князе и народе. Это самого народа здесь 38 тысяч человек. Площадь княжества 160 квадратных километров. Сегодня воскресенье. Народа не так много, и мы прогуляемся, хотел сказать, по центральным улицам. Но она тут практически одна, так что придется ею и ограничить. Это правительственный квартал. Он тут небольшой и представлен вот этими двумя зданиями. Здание правительства. Министр тут всего пять, включая премьера. И здание парламента. Он так. Вон та небольшая избушка, выполнена в ультрасовременном стиле, где за круглым столом заседают его 25 депутатов. И тут же на горе возвышается замок князя. Он сверху наблюдает за всем этим, за всей этой бюргерской скромностью и олицетворяет собой верховную власть в государстве. Кстати, когда я говорил о бюргерской скромности, я не преувеличивал. Вот посмотрите. Вы видите мэрию и улицы города с пятью тысячами населения. А между прочим, профицит бюджета этого городка, то есть превышение дохода над расходами, в 2019 году составил 800 миллионов евро. Куда они денежки тратят? Вообще, лихтенштейнцы, по нашему беглому наблюдению, отличаются поистине ленинской скромностью и библейским нестяжательством. Официант в ресторане отказался брать чаевые, завивши он уже рад, что нам все понравилось. Мы проверили, стоимость обслуживания не была бы вчера в счет. А в пятисысячном городке с бюджетом города-миллионника нет ледового катка, и народ спокойно катается на роликах. И это зимой в Альпах. Кстати, если вы смотрите этот клип и еще не подписаны на мой канал, вы сейчас можете исправить эту оплошность. Можете поставить лайк или дизлайк. Можете написать комментарий ваше впечатление. Обилие по художественной направленности инсталляции на улицах характеризует вкусы отцов города. С моими вкусами они, к сожалению, расходятся. А вот и колокол. Он напоминает нам о необходимости заехать князю в замок. Правда, к самому хансу Адаму II мы не попадем. Он устраивает прием всех желающих, и говорят, кормит их завтраком, раз в году, 15 августа. Жаль. Человек он интересный. В 2003 году провел в стране референдум, на котором народ наделило практически абсолютной властью. Чиновники Евросоюза были недовольны, как же абсолютная власть в Европе, и в 2012 году проходит еще один референдум, подтверждающий результаты первого. Князь человек обеспеченный, его состояние оценивается свыше 7 миллиардов евро. За свой счет содержат все дороги в государстве. Свидетельствуем, денег не жалеет, дороги хорошие. Сейчас, оставаясь номинальным главой их страны, всю власть передал сыну. Причина, по его словам, та, что за время правления он никуда, кроме госвизитов, не ездит. А сейчас хотят с женой поездить по миру посмотреть. Странные люди. Ну вот и закончилось наше краткое посещение княжества Лихтенштейн. Вернее, его столицы Вадос. Спрятанная в горах от всех бур и тревог нашего времени, эта страна, судя по всему, то, что мы видели, живет спокойно и счастливо. Ну, надо пожелать и нам того же самого. А сейчас посмотрите несколько кадров с австрийских и альпийских дорог. А я прощаюсь с вами. До новых встреч на канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok